Что ж, порешаем сегодня задачу по экономике, но с использованием тематики. Я вам покажу, зачем, в принципе, изучать эти производные дифференциалы, интегралы, зачем вообще это мучает экономистов обычно. Как вообще излишней информацией? Я вам покажу задачи, которые являются базовыми вообще, в принципе, самым начальным уровнем для анализа каких-либо рынков по каким-нибудь категориям. Все, при этом, это будет совершенно модель задачи и связан с некоторым производством в каком-то совершенно фантастическом мире. Но какую-то общую концепцию идеи должны вас, типа, поднести. А все-таки о полезности той самой тематики, которую вы изучаете. Что ж, встание – это успех. Эту концепцию я проплевогондирую. Что ж, рассмотрим задачу. Предприятие производит два вида продукции. Я посчитал, что это будут наши носки по 3 долларов стоимостью производства одного носка, а 4 доллара стоимостью производства деревянного велосипеда. Очень полезно товарным производим. И вот это наше предприятие. Там сидит человечек, он их клепает. Но всегда само существует для того, чтобы удовольствовать потребителей. Вот они, потребители, приходят. Они хотят покупать либо носки, либо велосипеды. Вот носки нарисуем, велосипеды. Таким образом, они определяют, сколько за кроваводок это предприятие, в счетом того, чтобы предприятие что-то производит какой-то уровень продукции. Уровень продукции и доход связан с посредствующей функцией. И необходимо составить оптимальный план производства, если доходы к продаже, и к цирке изделия равны. То есть берут, в день производят какое число носков велосипедов, 5 велосипедов, 6 носков, и отмечают, допустим, доход это предприятие. Потом 8 носков и 10 доход. Вот здесь отмечают. Таким образом, получают некоторую функцию, которая зависит от определения дохода предприятия. Но нам больше все интересует прибыль от предприятия. Прибыль будет определяться как наш доход, x степени одной второй, плюс y степени одной третьей, минус наш расходный производств этих товаров, зарплата, свет, энергия. Здесь мы запишем, что это будет минус, естественно, в данном случае 3x, поскольку за x обозначено это у нас число носков, x, y, да, x, да, а 4 это и, допустим, число произведенных велосипедов. Таким образом, у нас будет расход на производство x носков и y велосипедов, а у нас будет доход. Наша задача теперь найти максимум нашей функции. Ну что ж, приступим. А будем мы здесь использовать известную путешественную методу нахождение нашего максимума. Вначале нам необходимо найти p шприх по x, p шприх по y, принять их в нулю и получим некоторую систему. Это шаг первый. p шприх по x будет у нас равняться 12 на 2 x степени минус 1 второй. Производные по y, п шприх по x будет считаться константой. Здесь у нас будет просто, p шприх по x будет, ну вот так вот, такое вот выражение. Минус 3 равняется на y. По y получаем y в одной третий. Получаем минус 2 третьих. Одну третью выносим. Счет производной по этому будет минус 4, минус 4. Вот это выявление. Это у нас все так же равняется 0. В результате чего мы можем записать, согласно первому равнению, чем будет равняться наш x. x будет у нас равняться минус 1 второй. 6 двенадцатых или 1 вторая. Это следует, что сам x будет равняться 4. Также отсюда y в степени минус 2 третьих. Там у нас еще 12 есть, да? 12. Здесь вот будет равняться просто одному. Ответ следует, что y будет равняться также одному. Вот, собственно, и все. Таким образом, мы находим точки единиц продукции, изделий, которые у нас будут соответствовать вот этой системе. Но это еще не все. Мы нашли эти точки. Теперь надо дальше определить, будет ли прибыль иметь в виду эти точки максимума. Для этого берем и рассчитываем соответственно величину второй производной по x, второй производной по y и поставляем значение этих точек, которые у нас здесь были заданы. Что ж, поработаем. посчитаем по x2 по x2, чем будет равняться, по y и по x3 xy. Вот, собираемся, что нам уже больше не нужно. Здесь вот. что ж, по степан. П xx у нас будет давать, согласно этому Выражение вида 6х минус 5 вторых Так, минус 1 вторая, минус 1 Минус 3 вторых Умножаем это на минус 1 вторую Вот PYY будет у меня равняться Здесь у нас 4 4, производная от y-2 третьих y-2 третьих минус 1 Это у меня будет равняться Ну так здесь запишем, что это будет равняться минус 3 x-3 вторых Это будет равняться Здесь вот это будет равняться 3 сюда на минус 1 получается 4y-5 третьих Вот Здесь также мы называем нож на минус 2 третьих еще Минус 2 третьих здесь И минус 2 третьих здесь Потому что мы находим производную Получаем это у меня будет равняться Минус 8 третьих y-5 третьих Это у меня будет равняться Минус 3х степени минус 3 вторых Перекрестный член x-y будет равняться 0 В обоих случаях Таким образом Моя задача теперь Найти Чем будет равняться П x-x При постановке x от 4 П x-x у меня будет равняться Минус 3 На 4 степени минус 3 вторых Это выражение меньше 0 Вот Это у нас будет а Б у меня будет равняться П y-y Также Подставляем Соответственно сюда Величину Минус 8 третьих у нас будет Место y Поставляем единицу Также меньше 0 С у нас будет просто равняться 0 Выражение А, B Минус С квадрат Будет больше 0 Потому что Это отрицательное И вот это отрицательное Значит у нас И при условии Что А будет меньше 0 Мы будем иметь Соответственно Точку максимума Главное что Вот это у нас больше 0 Получилось И вот это у нас Меньше 0 То есть Главное найти Вот это выражение Теперь И вот это Таким образом Получаем Что если наш Завод Который я здесь Уже подстер Будет производить 4 валенка 4 наскатусть Да И Y-15 И один Велосипед Деревянный Да Это за время Допустим Ну уединиться Время Допустим В день Как раз Потому что Мы рассматривали Допустим День Потому что Конкретное время сроки Не указывали Потому что Временные сроки Определяются Скоростью Производство Скоростью Покупки От продукции Вот допустим День Высокопроизводим Да То у нас Будет Максимум Прибыли Соответственно Это Приплект Будем Благодарю Что мы рассматриваем Один день То есть Мы в день Что-то Производим Этот день Что-то Покупаем Что-то Покупает Наш Покупатель Вот Соответственно И все Таким образом Просто Найдя Вот эти Пшли По И Пшли По И Мы Нашли Точки С4 И К1 Нашли Вторые Производные Посчитали Значение Этих Производных Вот в Этих Точек Которые Мы Нашли Поставили Сюда Таким Образум Нашли Условный Экстремум Таким Образум Мы Имеем Наш Максимум Наши Пункции При Производстве Четырех Валенков И Ано И Валенков То есть Нам Не надо Перепроизводить Эту Продукцию Потому Что Перепроизводство Будет Вести К тому Что То же Самое Количество Людей Которые У нас Работают Завод Пока Один Человек Будет Производство Производства Валенков Больше Чем Валенков Таким Образум Прибыль Мы Должны Допустим Нанять Второго Человека Сюда Который Будет Еще Четыре Валенка Еще Один Валенков Валенков Да Тем Образум Наша Прибыль Должна Вырис Вборе Вот Тут Тоже Специфика Есть Потому Что Надо Анализировать Рынок Спроса Потому Что Человек Который Покупает То Что Здесь Производится Он Будет Соответственно И Определять Нужен Нам Один Человек Или Нам Можно Шить Производство Потому Что У нас Поехали Еще Какой Ни Покупатель Который Будет Покупать Так Жен Много Этих Всех Вещей И Далее Вот Это Будет Я Подемонстрировал Задачу Которая Характеризует Что Знание Математики Позволяет Так Или Иначе Анализирует Тот Рынок Который У нас Есть На Сам Деле Все Информация Которая Здесь Изложена Нормально Полезна Если Вы Владелец Создать Супер Мегабриятие У Который Очень Большая Статистика Уже Может Быть Сделана Для Вас Принципиально Важно Является Сбережение Затрат И Продуктов Чтобы Допустим Увечить Свою Прибыль У нас Какой-то Есть Спрос Стабильный Ну Вот Собственно И Все Надеюсь Второй Был вам